В 90-е годы улицы этой деревни Они стали наполняться людьми в странных халатах, чалмах и с бородами Это были беженцы из Таджикистана, где шла гражданская война Святская жизнь была здесь, у нас мало, у нас никогда не было мечети здесь, никогда Мечеть появилась буквально в нулевых годах В 2010 году, 8 марта, я выехал из Таджикистана, сел в такси и поехал с семьей Деревня Джанапахта, что в 50 километрах от столицы Кыргызстана, стала для этих людей новой родиной Они выкупали тут пустующие дома и сразу же начинали заниматься привычным делом Засеивать поля и разводить скотину Когда сюда пришел, мы не знали, что здесь в земле есть соль, мы не знали Плохую землю дали, поэтому мы банкротом стали А теперь уже мы знали Я здесь каждый день хожу в поле, знаю, чья поле хорошее, чья плохая, я знаю Пришли после меня братья, я говорю, вы эту землю не купите Вы эту землю не купите, я им рекомендации отдал Название села Джанапахта переводится с кыргызского как Новый хлопок По задумке еще советских властей, на этих полях должны были раскинуться хлопковые плантации Задумка не удалась, потому что очень часто в этих краях зима наступает довольно рано Но название села так и осталось Зато вместо хлопка тут хорошо принимаются злаки А также картофель, свекла, огурцы, помидоры и болгарский перец Практически каждая семья в этом районе арендует земли Мы из Карасу, сначала наш дядя сюда приехал, потом постепенно всех родственников сюда перевезли Там аренда земли очень большая, ее мало, а здесь очень много земель С тех пор, как в деревне появились первые переселенцы, с полок магазинов постепенно пропали спиртные напитки Спустя 30 лет деревня и вовсе стала халяльной Не продают алкоголь и не закрывают двери на замок Это большой плюс То, что люди не употребляют спиртного, это очень хорошо, классно У нас нет проблем алкоголизма, алкоголиков или кражи Гульмайрама Гембердиева работает и в местной школе Она коренной житель Джаныпахты Говорит, таджикские переселенцы заметно религиознее своих односельчан-каргызов Но школьного преподавателя больше волнует отношение в таких семьях к своим детям Например, распространена практика ранних браков Я говорю, они уходят, допустим, девочки после девятого класса И бывают там, что дают Снох привозят сюда несовершеннолетних, такое тоже бывает У нас несколько дел сейчас идет Вот снохов привезли молодую И сейчас вот правоохранительного органа до суда довели два дела И, видимо, это тоже дает резонанс, наверное, между жителями, что люди стали задумываться Гульмайрам – ярый противник ранних браков Считая такую традицию одной из форм семейного насилия И хотя регистрация таких союзов запрещена законом Нередко преступления совершаются под видом традиций Допустим, я работаю в этом комитете тоже по профилактике И работаем с имамами, да, спрашиваю Мы не регистрируем Гульмайрам, мы не можем регистрировать Даже если паспорт есть, мы такую ответственность на себя не берем Возможно, делают такое вот Никто делают, неформальное, видимо А дальше уже по записи, это потом, когда они 18 лет исполняются, тогда да Этнический кыргыст Ахирагай родился и вырос в Таджикистане Куда его предки ушли еще сто лет назад Спасая свое имущество от раскулачивания большевиками Там он преподавал таджикский Здесь устроился в местную школу завхозом А из-за нехватки учителей стал преподавателем физкультуры По собственному желанию приехал сюда в 2010 году Какая была главная причина, почему вы решили сюда делить праздник? Ну, язык уже в школах запретили Сейчас здесь могу детей учить по кыргызскому языку свою А когда исчезает язык, исчезает и народ Поэтому я пришел сюда, чтобы детей учили по кыргызскому языку И русский язык здесь хорошо У нас поставили, чтобы не упала крыша Аварийное здание скоро, наконец, снесут Для села новую школу построили арабские спонсоры Благо, что старая не успела никого покалечить До этого арабы помогли другой школе Провели водопровод, открыли несколько мечетей Связь у наших жителей с арабами помогает Ну, допустим, арабам выгодно, допустим, веру продвигать, ислам А им выгодно это А людям выгодно то, что они хорошо будут жить У нас стали очень много... Женщины стали закрываться Не стали, а закрылись Просто-напросто все, поголовно Даже местное население, да, кто раньше жили Тоже есть разумных В основном местное население так и ведет светский образ жизни Потому что родственники где-то там Свой уклад жизни, да, скажем А вот из региона, то, что приехали из Джиргитал, да, они, да Так много машин Здесь сегодня потому, что в пятницу В час тридцать дня Все мужчины-мусульмане Собираются в центральной мечети Чтобы всем вместе прочитать молитву Это джума-намаз То есть пятничная молитва Для верующих мусульман это важный ритуал Мужчины оставляют все дела и едут в центральную мечеть На пятничную молитву на пятничную молитву Мужчина Тахирогай Тем более, что в поселке их много, но большинство либо работает на полях, либо сидит по домам. Чтобы молодежь закончили школу, учиться поступали, девочки, я такой нету. Ни с пахты, ни с этого. Я и в пахтинской школе работала, и здесь. А почему новому поколению не прийти? Здесь 80% составляют этнические киргизы. Вот я как сорожитель этого поселка, как сама педагога, с пионервожатой начинала. Очень волнует меня молодежь. Не надо никуда ехать, дома, пожалуйста, живи, найди работу, школу. Садик открыть можно, частный садик. Но это же вот дома, возле дома же, с семьей, ты никуда не уходишь. Нет у нас садиков. Детей очень много. Когда Тахир Алиев приехал в Кыргызстан, он тоже был приверженцем строгих правил. Всю жизнь считал, что женщине учиться ни к чему. Ее главная задача – воспитывать детей и следить за порядком в доме. Я тоже свой дочерей замуж выдавал, после окончания 9 класса. Соседи замуж вызывали девчонки, а мои остались. Им неудобно, поэтому мы тоже выдавали девчонку замуж. Из десятерых детей у него пять дочерей. Первых троих он выдал замуж в раннем возрасте, не дав им закончить школу. Ситуация будет разная. Бывают люди разного уровня материального положения. Живут по-разному, допустим, там. Есть люди, мы с ним братья, мы должны породниться. Мой сын уже готов жениться. Здесь не спрашивают девочку, готова она или нет. А спрашивают парня, смотрят на парня. Вот ему 23 года, ему там 22 года, ему пора уже. А девочка, подходящая в возрасте, должна быть младше, соответственно. И по этой причине, часто из-за этих, так и причины бывают. Бывают, ну, просто надо отдать ребенка многодетная семья. Надо отдать, тогда покормить тяжело. Обучать тем более нет вообще возможности. Все, все одели жилетки. Команда Василия Завируха уникальна во всех смыслах. Мало того, что это единственная сборная села, так еще и женская. Чтобы собрать ее, тренер буквально бился за каждого игрока. А ты давно уже капитаном команды являешься? Да, уже три года. Как старшая команда выбыла, вот они в подружке, они вдвоем вместе, они начинали. После урока, в любой другой день, я живу здесь рядом, приходили, Василий Степанович, дайте мяч. Ну, даю мяч, они играют, там учатся, все. А как вообще отреагировали, когда ты начала играть? Ничего не сказали? Нет, я когда 8-й год закончил, а папа мне не разрешал, потом я с папой поговорил с ним. А что вы папе сказали? Потому что она мне нужна. Хороший игрок, за хорошего игрока. Я многих родителей уговаривал, некоторые соглашаются и девочки играют. Разговоры с родителями стали давать результаты. Постепенно в традиционных семьях начали пересматривать свое отношение к запретам и ранним бракам. Тахирогай пошел дальше. Оставил за дочками право выбора – учиться или выходить замуж. Теперь решают они самостоятельно. Младшей дочери приходится ваться, но мы не соглашаемся. Хотим, чтобы она достигла совершеннолетия, овладела какой-то профессией. Дома тоже за круглым столом советуемся, принимаем решения. Раньше такого не было. Мужчина обдумывал, решал, и это должно было исполняться. Сейчас думаем вместе с женой, детьми и решаем любые проблемы вместе. Решаем любые проблемы. За хозяйством тоже, тут теперь следят все вместе. Жена Тахира, Халича, с дочерьми занимается приготовлением пищи. Муж с сыновьями ухаживает за скотиной и занимается огородом. Два раза в день поливают грядки с помидорами. Когда рассада подрастет, высаживать на поле поедут ее уже все вместе. Раньше я всю работу делала сама. Убирала, готовила, ухаживала за скотом, умывала и одевала десятерых детей. Мне было тяжело. Он приходил, например, после работы уставший. Злился, что ужин не готов, чай не поставила. А потом у нас в селе проводился проект по гендерному равенству. И мы прошли в нем тоже обучение. После него все изменилось. Семья Тахира, как и все их соседи, держит Урозо. Пост в священный месяц Рамадан. Днем нельзя принимать пищу и пить воду. Когда наступает вечер, разжигается костер. Готовится ужин, зовутся гости. Садиться есть можно строго, когда солнце зайдет за горизонт. Сначала все члены семьи пьют воду, а потом приступают к ужину. Следующий прием пищи у Ню будет рано утром, перед рассветом. И потом снова вечером. Переселение этнических кыргызов из приграничных с Кыргызстаном таджикских районов продолжается до сих пор. Кубан-Эчбек семьей недавно приехал из Таджикистана. Ему еще предстоит пройти путь, который проделал Тахир Агай – воспитывать дочерей. Их у него трое. Это шариат. Так надо. Мы следуем правилам. Шариат – это правила, на которых строится исламская вера. Ношение хиджабов в Кыргызстане разрешено. Девушки и женщины одевают их либо по настоянию мужа, либо сами, если считают это нужным. Как правило, чем семья религиознее, тем девочка раньше начинает покрывать голову. В принципе, покрытыми ходили всегда все. Я изучала немножко Ветхий Завет, так, бегом Библию. И там же тоже всегда женщины покрыты были. Я обратила внимание на такую вещь. Вот в церковь заходят, одевают платок. Правильно же? Русские же, ну и христиане. Почему они одевают платок? Стыдно предстать перед Богом простоволосой, да? Ну, Бог же, Он не только в церкви. Бог же, Он везде. В семье единственных в мире разделенных сиамских близнецов тоже все носят хиджабы. При этом мама Азиты и Гиты, Зумария Трезаханова, женщина с современными взглядами, называет себя революционеркой. Всю жизнь она борется. Сначала вышла замуж за того, кого выбрала сама. Потом за раздельную жизнь для девочек. За право сиамских близняшек получать своевременное лечение. Потом за возможность учиться. В семье одела хиджаб самая последняя. Как бы созрела. Купила себе эти платки всякие красивые. Все одела когда. И вы знаете, я себя почувствовала красивой. Я себя почувствовала красивой изнутри. Я не знаю почему. Я так себе понравилась. Возможно, так все вышли сделаны. Не знаю. Я гордо хожу, что я вот так хожу. Мне это нравится, понимаете. Мне нравится сейчас, как я. Если бы я вот эти чувства знала, что я буду так чувствовать, я бы еще раньше одела. Одна из сиамских близняшек, Зита, умерла 8 лет назад. Чтобы пережить потерю, Гита начала активно изучать арабский Коран. Несмотря на то, что и ее здоровье часто вызывает недомогание, за несколько лет она освоила священные писания и уже несколько лет работает учителем. Гита еще на вот этом у нас катается. Как только зонтик здесь оставил. У нас здесь еще идет достройка, правда. Еще брусчатку не полностью построили. Ас-салям алейкум, Алексей. Робья, у нас сегодня гости. Видите себя по скрымке. В Джан-И-Джерри есть только начальная школа. Отпускать детей на учебу в соседние поселки родители не хотят. Боятся за их безопасность. Поэтому после окончания четвертого класса многие девочки учиться прекращают. Посещают только медресе, где Гита преподает арабский. Медресе переводится с арабского языка, как исламская школа. То есть здесь мы детей учим арабскому языку, как вы уже присутствовали на моем уроке. Дети учатся с нуля. Вот эти группы у нас учатся с нуля. То есть они только начинают этот путь. Потом уже доходят до Корана. У нас здесь есть девочки, которые учат Коран прямо наизусть. То есть здесь главная цель не только научить, чтобы они читали, а чтобы они именно соблюдали нормы, как должен жить человек. То есть нравственности. Каким должен быть человек. Присущий хорошими качествами. Чтобы он убирал свои качества. Например, высокомерие. То есть гордыня. Вот эти вот качества, например. Чтобы этого не было у человека. Власти когда-то тут даже начинали строить новую школу. Залили фундамент, поставили стены и все остановилось. С тех пор прошло уже почти 10 лет. Поэтому дети здесь посещают Медресе. Их в деревне несколько. Будете передавать по кругу мяч? На ком остановиться? На том? Я говорю цифру, вы на арабском. Встаете обязательно только. Хорошо? Начнете. Давайте раз. Передавайте тогда суммай, да? Четыре. Да. Восемь. Молодец. Пять. Еще раз. Гита учит девочек не только основам Корана. Своим примером она показывает, что учиться можно при любых обстоятельствах. Выучив арабский, она поступила в университет и в онлайн-режиме изучает сейчас теологию. В следующем году получит диплом о высшем образовании. В Коране, да, наоборот написано, что каждый отец должен дать образование каждой своей дочери. То есть нигде не написано, что человека надо забрать со школы, не учить его и так далее. Поэтому нет в исламе такого отдавать в 15 лет замуж, там, закрывать. Это чисто идет, такой этот, в семье. Так мужчины некоторые себя мнят, и это идет чисто в семье. Это не ислам. Папа и мама Гиты Резахановой прожили в браке 38 лет. У них родилось пятеро детей. В прошлом году у Рашида Резаханова случился инфаркт, и он умер. Мы поженились 22 июля. И вы знаете, каждый месяц мы поздравляли друг друга просто с 22. И я в последние дни сидела под реанимацией на диване. И когда я зашла к нему 21, он мне сказал, что с 22 тебя. А я ему говорю, что сегодня 21. Он так посмотрел на меня, говорит, что у меня сегодня 22. Вот в таком состоянии, с маской на лице, он мне поздравил с 22. А утром 22-го его не стало, я его больше не видела. Вот он пришел 22-го в мою жизнь, и ушел 22-го. Но вы понимаете, вот это есть, что человек сам, мы поженились сами. Мы захотели соединить свою жизнь, да, и мы вот так прожили. Зумрият всегда учила своих дочерей. Надо полагаться только на свои силы. Поэтому пока в селе нет полноценной школы, пробелы в знаниях заполняет ГИТО. А Зумрият, как и депутат местного совета, намерена довести до конца вопрос со строительством школы, чтобы у девочек из их села все-таки был выбор, выйти замуж или учиться. Субтитры создавал DimaTorzok